здравствуйте мои дорогие это программа открытый диалог и сегодня мы позволили себе открыть именно таким образом потому что совсем немного времени остается до наступления нового 2020 года но как вы понимаете никто наверно не поверит что я настоящий дед мороз поэтому я делаю следующее движение еще одно движение вот так я буду больше похож на самого себя но фантастика заключается в том что только в нашей программе в программе открытый диалог сегодня присутствует настоящий дед мороз и снегурочка которых мы с большим трудом но все-таки заполучили нашу программу здравствуйте 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 очень приятно вас видеть и вообще конечно работы то много весь декабрь работа надо навестить все организации которые проводят всевозможные корпоративные мероприятия детские сады ясли я не знаю школы где только дед мороз не был а ведь впереди еще новый год и впереди еще январь почти весь январь вы тоже будете на работе а потом весь год отдыхаете да нет конечно мы начинаем готовиться к новому году практически сразу после празднования мы готовим подарки мы готовим сани внучка мне в этом всегда помогает мы начинаем собирать письма которые допишут я знаю что вот сейчас даже не только письма кстати часть этих писем вы принесли к нам сюда и мы их скоро узнаем и мы их зачитаем эфире это точно сбудется я уверен что эти пожелания сбудутся а я знаю что сейчас даже есть электронная почта деда мороза есть ящики развешены где детки могут отправить вам письмо вы же много получаете всякой корреспонденции да мы много получаем письма эти письма мы получили от маленьких наших люберчан мы приехали здесь в нашу люберецкую резиденцию она находится у вас здесь то в музее каком музее в картинной галерее а там у нас есть резиденция и мы все чаще и чаще в наших регионах открываем резиденции куда мы приезжаем со снегурочкой оставляем своих свою тройку лошадей и вам мы кстати добрались сюда на наших лошадях она стать искать тогда очень многие ну вы же понимаете что существует санта клаус вообще если взять список ваших скажем так собратьев по это тяжелой ответственной работе радости которую приносите в дом каждого жителя земли очень много всевозможных а дедов-морозов на свой лад они называются в разных странах мира но наверное один из самых известных санта клаус вот он на оленях до приезжает а вы на тройке на русской тройке правильно понимаю да это также это мой брат он работает по ту сторону океана мы ездим традиционно на наших русских лошадях я хочу спросить снегурочки скажите а тяжело вот всю эту корреспонденцию пересматривать это вы самого утра наверное достаете эти письма заходите в электронную почту и все начинаете как-то вот маленькие дети большие дети взрослые дети да вы знаете у нас мы же недавно начали общаться со снеговиками они с нам помогают они сортируют письма по возрасту да я их читаю с самого утра до вечера но это нетрудно это даже интересно приятно что люди о нас помнят а вот кому вот пишут дед оба такие письма когда только снегурочки пишут понятно что дед мороз он как бы желание исполнять а вот через снегурочку можно как-то быстрее деду морозу добраться бывает такой же снегурочка очень прошу помоги мне потому что дед мороз что-то не отвечает мне уже несколько лет я все жду жду машинку кода свои елка и все нет и нет но в основном пишут все равно моему дедушке но и бывает письма в которых мне отдельно передают привет девочки мне пишут что ну в основном девочки передают привет потому что девочкам как-то ближе мальчики они деду мороз дедушка а сам же деда то есть вы лоббируете интересы девочек а дед мороз лоббирует интересов а исполняю желание я всех до исполняйте желание все но скажите какие чаще всего желания потому что вот сегодня вы поняли наконец что с помощью нашей программы открытый диалог мы эту тайну открыли раскрыли что действительно дед мороз снегурочка существует а это значит что теперь вопрос есть ли дед мороз он как бы закрыт какие чаще пожелания чего хотят дети хотят игрушек да да дети хотят игрушек а сейчас уже пошли какие-то новые гаджеты уже современные но в каждом письме в каждом письме вот пишут здоровье близким счастья родителям многие дети пишут не себе даже просят подарки просят родителям маме косметику кольца ох как хорошо а кто-то наверное пишет вот много до фильмов выходит про вашу историю или с вашим участием где всегда присутствует дед мороз да он принимает разный облик но он же существует где например очень такие истории что говорится слезу выбивает когда до ребенок просит чтобы мне там доме было все хорошо что папа с мамой не ругались до чтобы все были живы и здоровы то что вы сказали но я вижу что у нас есть какая-то часть писем честно говоря я думал что как-то письма уже не пишут а только мечтают думаю что дед мороз и так все услышит но оказывается письма пишет и что вам пишут сейчас давайте зачитаем для начала парочку произведений то вот у нас есть от маленькой люберчанки давайте покажем от изабеллы письмо деду морозу от изабеллы нарисован дед мороз снегурочка кстати очень похоже нарисован да и мишка какой-то да ну давайте посмотрим целое целое произведение искусства давайте изабелла напишет дорогой дедушка мороз меня зовут изабелла мне 11 лет я живу в москве я люблю рисовать делать поделки дедушка мороз я знаю что ты настоящий волшебник и можешь исполнить любую мечту пожалуйста подари мне на новый год трехэтажный кукольный домик я буду хорошо себя вести и слушаться взрослых дедушка мороз поздравляю тебя с наступающим новым годом и желаю тебе счастья и здоровья выполним просьбу девочки да конечно мы положим этот подарок кукольный домик под елочку и изабелла сможет утром его у себя найти а когда вот дед мороз был маленьким совсем еще маленький маленьким может тоже ну старший дед мороз подарки приносил был какой-то такой подарок любимый который вдруг неожиданно появился под елкой прямо вот счастье было было так растет или у снегурочки была такая какая-то история чтобы поделась к оказался какой-то такой вот вожделенный подарок я помню например что мне когда-то советское время очень популярна была железная дорога а немецкого производства она была не дешевая то есть такая и трудно было достать и когда новогоднюю ночь я увидел нас что эту железную дорогу у себя под елкой мне казалось что вот большего счастья не было и не будет кстати на до сих пор существует вот я как-то так это очень запомнилось как дед мороз и снегурочка узнали что мне захотелось этот подарок я не знаю вот это произошло а у вас какие такие подарки были когда я совсем был маленький то я меня не подпускали к нашим лошадям то я мечтал чтобы у меня была маленькая лошадка а и мне подарили маленькую деревянную качающийся лошадь тренироваться тренировался понятно а сейчас красивая трое раз тройка белых красивых лошадей надежка может такой тройки приехал еле припарковались городском округе люберцы еле припарковались а у снегурочки какой был любимый подарок был я когда была маленькая я мечтала чтобы мне подарили большой зоопарк искусственно с вольерами животного вот и это сбылось дедушка подарил мне этот зоопарк он до сих пор есть стоит большой коробке периодически я удостаю здорово очень здорово ну хорошо наверняка очень часто вас просят возвращаясь к теме зоопарка чтобы кто-то подарил щенка чтобы кто-то подарил котенка да у нас сейчас год крысы или мыши по-разному его называют вот как вы считаете дети же хотят чтобы была собачка чтобы был котик и родители об этом знают и просят деда мороза иногда сами пишут письма да чтоб дед мороз и снегурочка вот этих вот маленьких братьев наших меньших представитель приходит ребенок под елочку не комочек такой лежит на счастье вот часто пишут есть такие просьбы пишут мы стараемся эти животных приносить лично специальных устройств сейчас можно перевести с помощью тройки а у дедушки мороза тройка если нужно быстро превращается в самолет и самолет быстро превращается вертолет в общем все возможности если вы же слышали слова гаджеты и так далее кстати я знаю что у вас есть интересная письмо от жительницы городского округа люберцы которые дедушки мороза можно называть сколько лет наши я зачитаю давайте дорогой дедушка мороз пишет тебе анюта 28 годиков 28 годиков анюте до маленькая девочка 2019 году я вела себя очень хорошо молодец ты какая много трудилась и помогала людям принеси мне пожалуйста путевку в грузию то и европу и куда и туда помимо этого так девочка анюта 28 годиков новый красивый современный телефон поди 11 модели я так думаю фиолетового цвета лет а какая девочка хорошая но знаешь не только материальные подарки я жду от тебя дедушка то очень желаю чтобы мои близкие родные были здоровые и счастливы а правда говорят дедушка мороз что вот посох который вместе с вами что это не только трость на которую дедушка мороз вечно молодой опирается но посохом вы можете чудеса исполнить три раза ударил и чё-то ну произошло вот в этом декабре мы все переживали что где же снег снега нет нет всех как то снега хотелось им очень надеемся что может быть вот после нового года январь то февраль дедушка мороз таки три раза ударит своим посохом и снег будет настоящий будет настоящая зима но дедушка мороз нас любит до пойти тепло ли тебе девица тепло ли тебе красавица хочется чтобы нам было теплее мне только в своем уютном доме но и чтобы на улице тоже не очень холодно было я к чему веду правда что у вас волшебный посох да и про здоровье тоже можно то есть вы можете как-то так им как волшебная палочка у гарри поттера посох мой непростой этим посохом я укрываю деревья снегом то речки льдом покрываю но теперь в современном мире мой посох выполняет еще и современный фунт роль навигатор куда лететь на тройки то правильно да привет посох проложи маршрут долюберец и все посох вот видите как у нас инновационный дед мороз это замечательно снегурочка тяжело с дедушкой морозом работает потому что все время ж надо летать кто ж на хозяйстве то остается весь декабрь весь январь все время куда-то надо лететь нет вы знаете это не очень тяжело мне нравится помогать своему дедушке приятно что дети верят у нас не забывают прекрасно я думаю что вот на этой замечательной ноте мы завершаем первую часть нашей программы очень ответственной программы которая посвящена наступающему новому году а у вас дорогие друзья есть прекрасная возможность написать настоящему реальному деду морозу снегурочки письмо вот просто сейчас возьмите сядьте напишите чтобы вы хотели получить на новый год не только под елочку а мы скоро вернемся эта программа открытый диалог совсем немного времени остается до наступления нового 2020 года наверное мало кто знает ну или просто еще не обратил внимание что год особый 2020 то есть раньше мы в десятку с вами попадали теперь будем в двадцатку попадать вот скажите дедушка марс вот что нужно сделать маленьким детям и взрослым людям чтобы получить от вас подарок как надо себя вести ну во первых нужно верить в сказку так нужно верить деду мороза снегурочку нужно вести себя хорошо это как и к детям относятся к относятся и взрослым и заниматься что делом все каждый своим делом заниматься чтобы нам было хорошо и что программе открытый диалог все те проблемные вопросы которые мы поднимаем чтобы они обязательно находили свое решение вот говорят что 2020 год на связи что такое сочетание цифр 2020 он будет особенным но ведь каждый год особенно вот скажите дедушка мороза снегурочка почему когда люди садятся за новогодний стол и провожают предыдущий год они чаще всего говорят вот скорее бы этот год закончился вот скорее бы он закончился такой со нового года стоять почему это происходит но с новым годом люди ожидают новых свершений своих мечт они готовятся вступить в новый год и снова желание новыми желаниями да а очень хотят чтобы у них что-то изменилось в семье в лучшем направлении да дети хотят кто-то закончить школу кто-то пойти до в школу кто-то хочет поехать как мы выяснили куда-нибудь отдохнуть правильно каждый год как говорится с нового листа все хотят начать самый главный вопрос у любого нормального человека который наверное смотрит нашу программу вот вы верите в то что счастье есть да конечно счастье должен верить каждый из нас но надо наверное для этого еще что-то делать правда на одного же деда мороза снегурочку нельзя надеяться правильно но каждый должен сделать что-то для себя сам тогда и мы с внучкой будем помогать и любви счастья конечно знаете дело то что когда мы делаем что-то хорошее даже если нам кажется что на нас это никак не отразилось на самом деле нет задумайтесь что кому-то в этом большом мире вы хотя бы на минуту на пять минут на день создали такие условия что ему стало жить лучше интереснее кому-то вы помогли финансово кому-то вы улыбнулись с кем-то вы провели время кому-то вы позвонили кстати сейчас то самое время может быть сделать тут главный звонок который вы почему-то не делали в течение всего года накануне нового года во время нового года и после нового года происходит огромное количество чудес невероятных событий и для того чтобы они были окрашены положительные тона нужно начинать заниматься этим уже сейчас все что вы не доделали в этом году успейте сделать в этом уходящим а все то что вам предстоит сделать новом 2020 году тут вам на помощь уже придут дед мороз и снегурочка потому что они постараются выполнить ваши просьбы а просьбы у нас есть еще у нас есть письма которые тут находятся может быть еще что-нибудь мы зачитаем значит напомню что резиденция деда мороза теперь у нас есть в городском округе люберцы да там где полной галереи картиной галереи так что если вы еще успеете написать какое-то пожелание дед мороз обязуется даже если не успеет под елочку прямо на новый год вам подарок принести может быть успеет принести на рождество под елочку вам подарок так что пишите письма ну что снегурочка есть у нас еще да вот там написала письмо ульяна она пишет дорогой дедушка мороз так принеси мне пожалуйста на новый год подарки первое пепо первую владея га фрэнс центр по уходу с домашними животными второе картина по цифрам единорог иди на руку интересное желание то и третье детскую косметику большой набор что есть уже детская косметика снегурочка конечно а что жать то есть малый на у вас классник да и когда была маленькая у меня был наборчик там были лаки маленькие помадки всякие разные девушка мороза разве можно детям дарить детскую косметику но это детская косметика моей-то снегурочки косметикой делает природа а вот как здорово как хорошо замечательно умница наша снегурочка скажите вот сейчас много всяких идет елок елки эти будут продолжаться вот и некоторые дети наверняка подходят дергают деда мороза и проверяют борода у него настоящий или настоящий настоящий дед мороз или нет вот что вы говорите в таком случае дед мороз в таком случае детишки часто подбегают дергают если спрашивают я уже и сам предлагаю по дергай до зверей проверишь настоящий или нет на тоже отведите есть борода но даже настоящий на на меня тоже есть вот но как то есть настоящий дед мороз лучше с ним общаться вот кстати еще такой момент все думают что новый год это замечательный праздник правда у всех хорошее настроение все покупают елочки фонарики подарки и так далее но вот дедушка мороз и снегурочка но ведь есть люди которые встречают новый год полном одиночестве вот как-то так получилось некоторые даже спят в новогоднюю ночь что нам очень трудно понять вот чтобы вы пожелали тем людям кто не нашел себе друзей кого не получилось как-то ну встретить новый год кругу друзей чтобы вы им пожелали ну чтобы в этом в новом году 2020 2020 они нашли половинку половинку свою но а те кто спят до на новый год здоровый образ жизни и одинокие мы приходим ко всем то но с одним условием у нас нужно верить правильно и еще все прекрасно знают что дед мороз и снегурочка особенно когда проводят всевозможные елки они просто так подарки не дарят дату нужно что-то выполнить какие то есть игры и так далее вот дети же когда проводят елки они же очень любят с вами участвовать во всевозможных конкурсах да и всем хватает подарка то есть безразмерную деда мороза мешок снегурочка нам сейчас ответит подарков хватает всегда мы же готовим их в течение года есть детки которые пишут письма заранее вместе которые пишут и заранее перед новым годом мы готовим всем и всем есть подарок просто чтобы все знали подарки есть для всех мы приходим мы просто если вы вдруг забудете не придете на праздник то подарка вы своего не увидите правильно или вы их самого под елочку положите аккуратненько если вдруг ребеночек уснул ночью но он же ребенок он же маленький еще все равно подарим если он нас верит если он писал письмо допустим дед мороз скажите пожалуйста а вот что нужно сделать чтобы стопроцентно у тебя под елкой оказался подарок но смотрите раньше только подкладывали просто под елочку потом когда началось такое переплетение культур всевозможных традиций кто там на носок вывешивает рождественский кто-то еще что-то кто-то смотрит под подушку кто-то еще куда-то смотрит валенки там и так далее то есть вы подарок в любое место можете положить то есть надо найти его еще у нас для нас носок не свойственно как свойственно для моего брата да мы традиционно кладем подарки под елочку а ну в крайнем случае можем положить валенок валенок хорошо нет говорят есть еще такая традиция что вот когда бьют куранты да это тот момент когда все вот ну наверное в мире вдруг напряжение такое да счастливое наступает когда все пытаются что-то своими желаниями сделать некоторые до этого пишут бумажку до свое желание потом сжигают и этот пепел бросают в бокал с напитком новогодним и потом как бы выпивая этот бокал надеяться на то что это сбудется вот эта традиция как вы считаете она имеет под собой какое-то основание или все-таки лучше надеяться самого себя и на свое окружение на себя надеяться нужно всегда загадывать желание конечно лучший подбой курантов но в современном мире как мы уже с вами выяснили с посохом да и со всеми иными способами гола и такой способ загадывания желания тоже пойдет хорошо а дед мороз и снегурочка загадывают желание на новый год вот какие у вас есть желание на 2020 напомню что такое интересное сочетание 2020 мне кажется что даже как-то очень кроме так называемых цифрологов которые очень внимательно подошли к этой дате если обратить внимание то и некоторые компании торговых центрах тоже как-то по-разному ну как бы мы сказали сегодня пиарит этот 2020 год вот и цифрологи обратили внимание что тот год должен быть каким-то счастливым какая-то какая-то в нем заложено вот это вот симметричность что ли вот у вас есть желание у деда мороза и снегурочки персонально начнем деда мороза но для нас каждый год волшебный каждый год удачный загадать да мы хотим чтобы у нас было побольше счастливых здоровых детей взрослых чтобы в нас все больше и больше верили вот и чтобы нас было с вами не только здоровых и счастливых но чтобы нас было больше правильно а теперь у снегурочки какое желание я присоединяюсь к своему дедушке чтобы всех в новом году случилось что-то то чего недолго желали чтобы они сделали то что давно хотят и тогда все будут счастливы и меня еще такой вопрос дедушка дело в том что мы же всегда прекрасно понимаем что еще мы хотим чтобы нас оградили от каких-то бед проблем каких-то может быть нехороших событий вы что-то для этого предпринимаете может быть своим посохом вот почему потому что к сожалению мир так устроен что где-то вот зло бывает вот вы говорите что надо верить сказку нам хочется чтобы добро побеждала над злом что нам для этого нужно всем сделать быть добрее быть каждому добрее мы со снегурочкой стараемся открадить каждого человека от бед от зла в первую очередь нужно быть добрее каждому из нас великолепно а я еще хочу добавить вот многие из нас из людей которые живут не только в городском округе люберцы на вообще везде на планете очень часто переживают что что-то происходит в их семье что-то происходит в их стране что-то происходит с ними но чаще всего мы не обращаем внимание что многие проблемы начинаются именно с каждого из нас мы не умеем с собой разговаривать и вот как не хватает третьего персонажа как в роли наступающего нового 2020 года должен появиться этот третий персонаж дед мороз есть снегурочка есть а я тогда сыграю роль нового года если вы не против девушка нас можно конечно можно так вот в качестве наступающего нового 2020 года я хочу пожелать чтобы вы умели задавать себе вопросы и находили ответ на эти вопросы может быть тогда все мы с вами будем счастливы и будем верить не только в деда мороза и снегурочку а мы в них безусловно верим но и верить в себя своих родных и близких это пожелание от нового года но теперь пожелание деда мороза и снегурочки чтобы вы пожелали всем нашим телезрителям наступающим 2020 году ну в первую очередь исполнение желаний принято я хочу сказать всем чтобы в новом году вы сделали то что возможно давно хотели но не делали чтобы у всех детей сбылись желания которые не закатаны на новый год я как человек тоже любящий деда мороза снегурочка приготовил свое пожелание и надеюсь что это пожелание тоже исполнится я вам его передаю мне прекрасно есть возможность из рук в руки лично а нашу программу мы все вместе хотим закончить просто пожеланием чтобы вы весело радостно встретили новый год но встречая 2020 не ругайте уходящий ним тоже было что-то очень хорошее и доброе все то что мы должны забрать с собой наступающий 2020 год а теперь все вместе мы должны поздравить с новым годом до 34 с новым годом ну